События 86-го года в Санкт-Петербурге. И что общего между ними, сегодняшние и мысли, так сказать, есть или нет. Значит, предыстория немножко, как я туда попал, как начало. Училище, которое находится в полумаке КГБ СССР, и все остальное. Ушел служить офицером, затем, по твоему авганистальнику, сравнение было, когда приехал ночью после господина, мне направлен на учебу, повышение городе Казахстана. То есть для офицерского состава было для училища. То есть мы жили там, 13-го, я туда перейду. В 16-го в Алма-Ате был плен ЦК Казахстана, на котором сняли с области первого секретаря ЦК Казахстана, товарищи Кунайкова, трижды герой со струда. И вот после Реалова, как раз в 17-го, все это началось. То есть мы с вами звоните, все это делали. Ребята, говорят, что по городу удачу попало, что творится. То есть, как говорят, когда начали сначала кричалки, бутылки все выходили, они по городу, мы об этом новость узнали. А ночью с 17-го на 18-го, когда все перейдули на площадь, мы увидели, как собрали на площадь, как раз вот там основные события. То есть, программа отел по народу. Ну вот, держали здание правительства в пограничных училищах, то есть курсантов, помню, старших курсов. Вот. И нас, офицеров, которые отрогали на ученую, ну, около 100 человек, по-моему, было. Оружия не было никакого, вообще ничего. От слова совсем просто. Типа, держать дорогу, когда там еще продагреваются, там шнуря, там видно, что там тошняли, там где-то обознается, это... Ну, конечно, жутковато. А где дело, когда ты ловишь, и можешь отдать задачу, а когда подпаплется, то затопки, то все. Вот. Затемку в сандар привезли саперной лопатки, если включить кучу, что там было. У нас вообще ничего не было, в офисах нацепления. Вот. Эти ребята пытались толпа прорваться в здание правительства. Ну, то есть вот, жилотель напередил. Все, по-моему, их сдержали. Основной силой ударом на себя приняла милиция казахская. То есть там был спецбатальон. Вот, короче, у нас армон ходит, то есть, ну, со счетами, там, в защите, вот такие же, с дубинками. Пытались сделать, вот, но их, опять же, там, ну, пусть 200 человек. То есть, куртинет, как ни тысячи, это ничего. Летят, ругарят камни, так что, где в центре города, да, взять камни. Потом, когда смотрели, чем, там, ну, это, хорошо видно, там фонтаны. То есть, если это здание породится смотреть на площадь, сколько в здании появится, то там, ну, вот, на этих, ну, вот, на канале, по-моему, он везет вот, и там veter doubts, там бежалла совсем с раздамые. Транка развалит их, них фонтаны дали. У кого у нас, например, на первом signals, они с нами Arena Maramark. Вот эти, фонтаны и Diegocheck, они сами кормят уже проще, все ли териусы. Понятно, что в пользу камни здесь просто ничего не вижу, то есть как-то так вот мы готовим к этому готовить. Вот нас Ну, это чисто пограничная тематика, то есть в Кузо-резерва с 1500-го смонтировал проектор, который 90-90 сантиметров с отражателем, ну, 8 километров лучше берет, их применяют при раторах, в авиации и при охране горицы. Вот. То есть за счет, там есть дуговая лампа, не дуговая лампа, есть обычная лампа, но дуговая лампа, ну, то есть представляете, это когда дегчайшие мышцы, и когда это лампа, антиоплод, когда на них раторах проводят, то есть на коротком расстоянии снег плавится, то есть просто не подпускали, и то, что ослепляется, мусор будет. Вот. При них жили машины на площади, точно так же горели пожарные машины, жили милитейские машины, то есть у них, что я в шестую активную кабину, туда водителя оттаскиваю, пинают факел, бежать, машина греет. Что они требовали? Да. Что они требовали. А там просто орали. То есть что они требовали? То есть в основном, сказалось мне, что молодняк в Казахстане. То есть я провожу на обе сейчас, нечто подробное происходит в Туве, то есть вот бесчинство в Туве, приходилось обсуждать, ездить туда, где рекомендует вас, скажем, после восьми не рекомендует уходить ламплодис, могу добить. Вот. И в основном меня занялось, как кажется, тоже молодняк, который проявляет сокрыль, который даже по-русски не говорит, можно нарваться одному, а без этого, то в этом что угодно. И вот он как раз вот молодняк, вот с Иеревством, что они орали. Ну, то есть потом, как я понял, то есть основная цель тех, кто вышли организаторов, это вернуться на его. Потому что, как всегда там было клик, как мы объясняли, то есть в любой национальной республике, в которую в состав своей заходили, первый секретарь был местный, то есть это коренной национальности. Второй секретарь, тот всегда был русским, сдержки по террористам. Вот. А тут снимают Кунаева, вместо него ставят Колбин. Колбин у нас только, я помню, Туве из Ульяновска, Туве из Волгограда где-то вот с той стороны. Ну, и там, короче, и основное требование было убрать, русаки и так далее. То есть нас потом отлавливали еще по городу, пытались отлавливать. Несколько курсантов было. То есть мы вот бодрались-бодрались с ними. Несколько двое курсантов, когда отбасали, поскорнились. Короче, толпа их попыталась забить, и мы уже уже без команды бутылся. То есть нас бежали. Мы уже выбрали сами. Ну, у нас не было, но опять же организованная толпа, вот эта, да, организованная. Своих тюрьмы с отбивать, мы этого протянули, и не дали им просто отбираться. То есть, как вот, на той же серии и погнали через площадь вот этих двух зданий. То есть, когда эти курсы разбегались, то есть, ну, организованная села, организованная села. У нас там мужа с матом, там ребята, кто лохот, мы кричили, мы мы сами там. Я потом кусок кабеля подорвал, там просто вот все. Вот, и они уходили в эту площадь, раздвигались. Вот эти две сечки большие, они прямо вот заскатывают, ну, вот как вот дома уходят на площадь, да, вот, выговорят естками, через эти квартиры и видим, потом вот, вороги вот пили. То есть, когда вот это все окончилось, то есть, вот, тут горят машины, тут автобусы, тут биты и стекла, там все это, я слушал разговор, милиционер, он сразу их сидел, в какое отделение, так вот, что, отбивались. Насколько я из разговора понял, объясняю, что отделение милиции находилось в подвале, а папа тало захватить оружие. Вот они в подвале, они не догадались перекрыть пожарный кран, и они просто все кто-то, кто пытался, они оттуда просто под набором в струю вылетали туда. То есть, власти без стрельбы, ну, не у всех кто-то было. Вот, некоторые милиционеры все-таки увидели, там машины переворачивали люди. Вот, и когда вот там все-таки перевалили ситуацию, вот эту разоржали, потом стали подвинять автобусы, востребину сколько там, типа, битровая вода, то есть, выпитые стекла, там все, ну, потому что они их распорчили, поразили. Уже милиция паковала этих, кто не успел выиграть. Ну, и автобусы, и их вывозили, звонят. Как я понял, термитов за 50-60, просто вывозили. Подальше там выгоняли на дорогу, и ехали, пока что не дают, а холодно еще. Надо еще до города дойти, не поставить. Ну, то есть, как-то, награжание следует. Вот, и, ну, там еще одно училище есть. Училище общее войсковое на 70-м разъезде. А вот, 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 эти ребята блокировали, значит, въезд в город, как бы сказать, в семье внешний, а мы с милицией, вот, с вами, вот этот, приняли, вот, вот этот. То есть, выиграть, понятно, никуда не собирался, но там нет, чисто, требовали люди вот такие политические. Сейчас она тоже никуда не вышла. Началось с чего? Практики. То есть, люди требуют свои, как бы, ну, конституционное право защищать, да? Чтоб подняли цену на все уже, и там тоже как надо. Когда человек начинался в ЦРУ, понятно, на дело, хохроют, конечно, в ЦРУчика нам, в ЦРУ на ногах подняли, и на зиму засунули. Кто еще? Ну, пушистаты? Больше никого. Вот. Вот. Наши серебелые пушистые. Вот. Нас после этого отлавливали еще пытались из кабинета, то есть, в город, выходить. Офицерам запрещали. Ну, грубо говоря, по 3-5 человек. Могилей никак не было. То есть, позвонить домой. Проблема. Надо было на переговорные никак. По 3-5 человек. Учковались. Выходили. Матом уже. По своей страховке. Выходили и стали. Вот. Я несколько раз был в патруле. То есть, я гадировали потом уже. Патрулировал меня по городу. Я был старшим. То есть, в свое время назначали пропорщик. Вошли 7 солдат. Тентом анализил. В комендантуру едем. Нарезают учетки. То есть, контролировали вокзал, допустим. Там два вокзала. Первая. Вторая. Молода. Вторая. Пассажирская. Вот. Приезжали туда. Ну, там где-то. Идем. В тюрьме. Ну, в тюрьме. Нарезают учетки. Патрульную. Ездили все эти вещи смотрели. Среди пограничников и милиционеров были пострадавшие? Среди наших. У нас удовлетворили. Ну, как? Ну, мы забили. То есть, живые там отделились. В принципе, не успели их забить. Вот. В этот раз. В этот раз. В этот раз. Насколько вот меня написали. То, что я сейчас. Ну, мы со своими. Поддерживаем эту связь. Ребята. Значит. Сначала. Пришла новость. Он был убит начальник училища. Павел. Это выпускник 88-го года. Его отец был замангиром дивизиона. Когда я учился еще. То есть, это был сын полкуния. Что я был убит начальник училища. Потом был. Вот. Это фигня. Там ревер. Помятая атака у него. Погиб другой человек. Значит. Сейчас могу просто зачитать. Потому что, как бы. Ну. У нас своя. Сеть. Свои. Вот. Кому верить. Дорогие друзья. Одно, конечно. Докладываю. Пять минут назад. Лично я верю. По телефону. Спаши. По-другому. Здорово. Будем неисел. Не отдал. Натоминетру училища. Всем плавлен. Привет. Остановка сложная. Не верьте. Никакой. 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 Космор. Ну. Стальная форма. Старого. Я тоже не видел. Вот. Значит. Поливанов руководил еще. Ну. Так скажем. Отбилали атаку. Как-либо. Там верну с нами. Сочи. Очень. Город Коктегор. На которой стоите ли выжат. Вот тут шикарно было. Гранатная дорога. Ну. 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 Вот мы на неё серьёзно нет, вниз-вверх, ну, по здоровью набирались. Вот эту вышку пытались захватить, наверное, у нас было позже, и я бы её пытался захватить не тот, так же, как вот написали про училище, про этих, второе армейское училище, что мы их в другой убитых, причём не просто, а было вот это, это очень много. Вот. Вот. Ирина, ну, ни один человек в добром здравии, да, в нормальном уме, который вышел, грубо говоря, за то, что ребят звучит в бензином гирайке, не будет резать голову, ну, не будет. Откуда, какие это силы, это могут быть провокации за границей или какие-то разборки кланов, что-то. Про за границу я ничего не скажу, разборки кланов, ну, мы сейчас читали, как бы, что работа на Зарбаево скакая, что-то один пытается выжить другого, но это, опять же, ну, с телеграм-каналов и вот из наших, а за границей не за границей, там пишут, где-то уже киняют, там, какие-то ребята выступают от имени Казахского какого-то там народного фронта, потом в нашей кубе пишут, что это хохлы, вроде как, туда свои руки потянули. Ну, мы уже занимаемся нечем, я так понимаю, вот. А то, что общее, это именно вот это зверство. То есть, когда народ выходит, и правы не новаты, тогда, ну, мародировали всегда были и ездить будут. Точно так же, у нас тоже, когда патрули мы потом ездили, именно смотрели, чтобы люди там не мочили. Чем закончилось в этом шестом году? Ну, все, мы его разогнали, то есть, подроняли еще войска, то есть, тогда был союз, союзных судасов, то есть, мы были все внутри одной страны, потом подроняли войска, подроняли, и вообще, ну, под которым город заявил, там уже люди нас обошлись. Как Вы думаете, сейчас люди вышли, это организованно на кем-то, извини, внутри, или действительно? Первоначально, я думаю, тепло, первоначально. Ну, как, насколько, как-то случились в своем время, учили неплохо, что революции делают, как бы, точно так на кем-то. Нормально? Да, да, аромантика, и ее плодами пользуются. Поэтому, скорее всего, мы видим на кем-то, да, лучше заявили, или оно, но тут можно варить, тем более говоря, вот это все пошло. Видите, если бы это было всем человеку организовано, сразу, да, он бы сразу полетит. Видите, стихийный, то он не организовал, но его быстро из вас звери. То есть, вот выписывают, да, вам оно пошло, там, кто-то пошел, где-то там, ну, это, а потом, опять же, здесь надо учитывать, что это было. Та же УЛС, как и у нас, в принципе. Когда я видел Мирная Шесть, то обязательно, как он присутствует со стороны тех же ментов, еще кто-то тот же провокатор, который из толпы дарил с вами, швырнул за камень. Естественно, его там поймают и поймают, уведут, я говорю, потом все, и потом мы ее, а вот на столпе кинули. Это что является? Индунгентами, ребята. У нас кинули, у нас это ТРФБ. Это, по-настоящему, это не есть, а потом уже скоро года. То есть, и там вполне могли быть так же, что началось смертный протест, а потом это дело, кто-то исполнил просто от себя. Дискредитация хорошая. Дискредитация хорошая. Очень. Чтоб просто сила, тем более, там, тысячи миллионов рублей. Как вы думаете, была ли необходимость реально вводить в войска других стран от ИКБ? Ну, казахи могли сами смотреть. На мой взгляд, справиться с чем? С этим протестом. У нас же сейчас, смотрите, нигде не пишут, что банкуровие вот этого протеста, что они потребовали ремонт пенсионного ремонта, что они потребовали, то есть, лезть там цель, да, на газ, на бензин, социальные реформы. Нигде не пишут, практически, что они требовали. Это все молчат. Тут же, какая-то, милая, эта сволочь, это там, террористов, 20 тысяч человек сразу террористами. То есть, пока многие с ним сосут, пока, например, там, как только они заявлены в своих правах, работали террористами. Так же, как у нас. Так, могли ли исправиться казахи со своими силами и вот введение в этих стран? Могли или не могли, это уже дело их. Потому что, видите, наступление никакого масштаба, да? Там есть такая контура КНБ. Ну, она вот нашего ФСБ. И про это никто ничего не знал. Все поспали, что там какие-то спрячие ячейки, там 20 тысяч, это, по-моему, не было. Это их дело. Войска вводить, на мой взгляд, мое личное мнение, не из-за этого. Это их дело. Потому что, вот, когда там что-то расставили по полочкам, это что? Это вмешательство других государств, извини. То есть, нападение на одного, там нападение на всех. А тут никто не нападал. Ну, и лучше заявили протест. А что, по-пам, из-за этого, из-за этого, мы все видели. И в 86-м году тоже. Это, вот, скорее всего, вот это вот. То есть, вот там вот эти ребята, которые добавляли резервства. Может ли быть вот это выступление стихийным? Целиком стихийным? Или там есть какой-то центр? Или там что-то? Кто организаторами могут быть? Было, я уверен, с начала выступления стихийными, просто люди, доведенные до ручки, были заявили свои права. Кто сейчас там уже пытается воскользоваться ситуацией, это другой вопрос. Я не знаю. Ну, вот это говорит, то, что говорит президент Акаев, и у нас уже потом многие говорят, иностранное вмешательство, тем более западных стран. Это вот возможно. Лучше им делать не надо. У них своих проблем нет. Если бы они вмешались в них нормально, там бы было все нормально. И смотрите, первые несколько дней. Это ничего ведь не было. То есть выступили как-то, вообще-то это выступили. И протест, протест. Да, требовали. И что? Могли ли быть вот эти погромы, поджигание зданий, автомобилей, то есть, чего не получилось 5-го числа? Могли ли это быть спровоцированы силами, организованными одним из кланов? Официально. Дестерилизация. Сказать тоже не могу. То есть про кланы у них сильнейшие. Вот это у них называется не жузер. Тогда вы видите. Сильнейший. Я там довольный был. То есть, сланы с этим не знаком. Ни с кем пойду. Поэтому сбивать не буду. Как может изменить со всего округа в Казахстане и отношение к русским? Вот это... А вот это вот очень сильный. Хороший вопрос. Потому что вот он и так русских оттуда вырвели практически. То есть я сталкивался очень-очень. После этого служил еще в Маканчаке, это сегодня в Володинской области. Тоже окраина. Южные районы Казахстана. Русских очень сильно офицеров пытались бить, допустим, в Маканчинском. Это районный город. Это 86-й год. Как раз в 86-м, как декабре, было. И вот я потом и в 89-го служил. После этого еще. А вот и в 80-м. То есть, национализм казахский период еще тогда. Еще тогда впервые. Это потом уже, когда город, когда вот сломали, это потом город где-то раз. По автобусу смотришь, садишь, заходишь. Там парень стоит у него так разрубленная. Когда автобусы уйти, мы там разошлись, нет сошелания. А так-то. Ну, то есть... Какие... Еще раз. Сформулирую точнее вопрос. Какие долговременные последствия теперь можно ожидать для русскоязычных жителей Казахстана? Думаю, что плохо могут зло выписывать для тех, кто там остался, кто не имеет возможности уехать. И запускать. Потому что, вот вы видите, где показывают эти партиисты, да, везде эти толпы. Русских там нет. Одни казачи. Русских нет. А мы там были в Алма-Аташ, когда-то, когда-то казачья станица была зерна. Такой вопрос к специалисту. Насколько надежно, перекрыв, можно оценить защиту границы между Казахстаном и Россией, например, на соприкосновении с Новосибирской области? Насколько она может быть надежно защищена от наникновения экстремистов? С той стороны. Что такое экстремист? Террористические группы. Нет. Террористические группы могут приехать под видом туристов. Если пойдет какая-то боевая группа, боевая, да, но если это будет боевая группа, то есть боестолкновение какое-то именно террористическое, понятно, что идти не из этого будет. Но под видом туристов... А под видом туристов, извините, можем мы с вами пойти, могут зайти, весь красивый такой, куда угодно и что угодно сделать. Когда взрывали вокзалы в том же Волгограде, да, когда зашел норочек, когда-то вот рамки стали, рамки помогают еще? Нет. Потому что человек, который обвязал себя, грубо говоря, за ручейткой, то есть, когда людей облетают транспортом, они натаскали, что в дровное устройство какая-то фигня обмутанная, изолентой там провода торчат и число облетают. То есть, они даже не знают, как вылет, потому что боевая грома, не знают, как вылетовая шашка. Если человек пришел с сумкой тротил, а он пищать не будет тротил. Согласны? Ну, это был обыкновенный. Я прошел на себя движать. А как этих людей проводить, которые идут в один конец смерти? Детонатор, или три грамма алюминия, извините, и будет. Зашел, и не надо никаких гвоздей, болтей и гайкет, которые в людей получают. Просто фугательные действия в том же, в закрытом помещении. метро всех обморит по стену. Можете попробовать дать оценку усиление террористической угрозы, реальной террористической угрозы на территории России, в частности, в Сибири? Не будет. Давайте, для этого есть контора, которая этим занимается, и которым за это будет. Это мнение, услуг высказать, но не более. Но контора справится? Ну, справлюсь, и для этого и держит.